Дагестанская радио Студенты исторического факультета Дагестанского педагогического университета вместе с депутатами Народного собрания провели субботник на загородном пляже Махачкалы. 80 человек целый день собирали пластиковые бутылки, пакеты и различный мусор. С помощью техники, выделенной администрацией пляжа, собранный мусор был вывезен из зоны отдыха. Такие мероприятия, по словам депутата Народного собрания Наримана Осварова, должны приучить молодежь к порядку и проявлению активной гражданской позиции. Я хотел показать этой акции, что если каждый за собой не уберет и порядок не наведет, каждый на своем месте, никогда порядок у нас в Дагестане не будет. Соответственно говоря, за честный Дагестан каждый должен показать пример. Молодежь хочет участвовать в таких мероприятиях и быстро они поддержали эту идею. Они сказали, мы всегда готовы участвовать на таких акциях. Родителям погибших воинов-интернационалистов вручены памятные медали. Мероприятие «След афганской войны» прошло в рамках 25-летия вывода советских войск из Афганистана. Его организовали депутат Госдумы России, координатор Дагестанского отделения Общероссийского народного фронта «За Россию» Умахан Умаханов совместно с Комитетом солдатских матерей республики. Открыла встречу председатель Республиканского комитета солдатских матерей Зульфия Магомедова. «Афганская война героическая и более трагическая. Она длилась в два раза дольше, чем отечественная, и в конечном итоге оказалась никому не нужной. И горе матерей, потерявших своих сыновей в Афганистане, ничем не измерить. Прошло уже столько лет, а мы с этой болью ложимся и с этой болью встаем», – отметила она. А в Союзе писателей Дагестана презентовали книгу Амара Муртузалиева «Уроки Афганистана» с подробностями Джамиля Богомедова. Амар Муртузалиев в самые тяжелые годы Афганской войны оказался в эпицентре этих событий. По словам председателя Союза писателей Дагестана Магомеда Ахмедова данная книга очень интересна и весьма познавательна. Амар Муртузалиевич представляет свою книгу «Уроки Афганистана». Это очень интересная книга, это исторически для нашего молодого поколения, для людей нового времени очень полезная и очень нужная книга. «Уроки Афганистана» – это, в принципе, уроки патриотизма, уроки любви к родине, наших молодых ребят, которые в свое время воевали в Афганистане. Необходимо остановить бесполезную войну, нужно прекратить боевые действия и вывести контингент советских войск из Афганистана. Генерал это понимал, но слышал от своих однополчан пацифист-перебежчик. Как только не клеймили офицеры, тем не менее переговоры привели к окончанию. Компании, по крайней мере, для советских войск. Все события тех дней описаны на страницах новой книги генерала «Уроки Афганистана». Книгой автор пытается донести нет правды в бесполезной войне между идеологиями. По прибытии туда я понял, в какую страну мы пришли и какие были сложности. Мы не знали эту страну в полной мере. Мы не имели причины в идеологии ислама и в результате затяжное наше нахождение там, но и те меры, которые мы вынуждены были принять для того, чтобы выполнить задание отечества. Я это задание выполнил. 16 апреля на базе Дагестанского государственного аграрного университета пройдет первая республиканская агрономическая олимпиада профессионального мастерства по технологиям возделывания сельскохозяйственных культур. Среди основных задач его проведения – развитие творческих способностей, практикующих агрономов и повышение престижа сельскохозяйственного труда. Победители и призеры олимпиады будут награждены государственными наградами, грамотами и ценными подарками. В нашей республике продолжаются юбилейные мероприятия, приуроченные к 80-летию Союза писателей Дагестана. О том, какую работу в этом направлении проводит Даргинская секция Союза, его руководитель Касумбек Меграбов. 80 лет – это праздник истории нашего Дагестана. Не только с 1934 года, со дня основания Союза писателей, а писатели в своих книгах «Дагестанскую жизнь» и раньше описывали в своих произведениях. Поэтому наша цель у всех руководителей секции – показать народу, что дагестанские писатели были гуще событий республики, что ничего из их поля зрения не упадало, они всю свою силу и талант отдавали, чтобы жизнь в Дагестане была прекрасной, хорошей. Избирбаши тоже у нас запланировано в нашем Даргинском театре мероприятие. Я с главным режиссером Мустаб Абдеевичем тоже говорил, он тоже на встречу пошел. И в Акушинском районе, и в Серегоколинском у нас есть возможности, потому что если мы обращаемся к ним с таким предложением, они всегда идут на встречу. Я думаю, в каждом районе есть поклонники писателей, такие писатели, как Ашмедхан Абубакар, Рашид Рашидов, до этого Батирай, классик не только дагестанской мировой литературы. Сегодня есть молодые, которые уже в «Голос» заявляют о себе, свои поэзии, произведениями, прозы. Наша цель – встречаться с народом. Народ хочет живой голос поэта, писателя услышать. Поэтому вот мы в эти дни, все писатели, именно заняты этим, к 80-летию Союза писателей – это большой праздник, только для писателя и для всего народа. Новости культуры В Махачкале состоялся концерт заслуженной артистки Дагестана Минае Пенджалиевой. В большой и яркой шоу-программе под названием «Буги-вуги» приняли участие более ста артистов и коллективов. Вечер прошел под девизом «Живое исполнение», и зрители сумели по достоинству оценить композиции, исполненные Пенджалиевой на английском, итальянском, азербайджанском и русском языках. Это были джаз, блюз, рок-н-ролл, романсы на стихи Есенина и известные композиции, на протяжении многих лет заставляющие трепетать сердца слушателей всех возрастов во всем мире. Артистка также продолжает самые лучшие традиции богатейшего исполнительского искусства Дагестана. Удивительные композиции подарили поклонникам Минае Пенджалиевой и ее коллеги по цеху – музыканты-исполнители джазовых композиций. В Махачкале в рамках проекта «Самородки» состоялось открытие выставки художника Башира Увайсова «Луч чудесного огня». «И путь ему озарять он станет лучом чудесного огня». Эти строки Михаила Лермонтова Баширу Увайсов считает лейтмотивом своей жизни, которая до краев заполнена творчеством. Скульптура, чеканка, живопись и дизайн – это все, из чего соткана жизнь уникального талантливого человека, создающего произведения искусства не по заказу, а по творческому порыву. На выставке представлены живописные произведения и фотографии работы автора в городах и интерьерах зданий. Нынешняя экспозиция дает возможность каждому зрителю не только познакомиться с творчеством художника, но и по-новому взглянуть на его творческие решения. Концерт фортепианной музыки лауреата премии президента России для молодых деятелей культуры преподавателя Московской государственной консерватории Екатерины Мечетиной пройдет 10 апреля в Махачкале. Он организован Министерством культуры республики совместно с администрацией нашей столицы. Пианистку ожидает встреча с министром культуры Заремой Бутаевой, мастер-класс с участием студентов, учащихся от школы искусств и преподавателем музучилища имени Гасанова. Каспийский клуб «Дагдизель» провел свой заключительный товарищеский матч перед возобновлением первенства. Подопечные имена Агаева обыграли команду Академии «Анджей» со счетом 2-0. Встреча прошла на резервном поле «Анджей-арены», где в ближайшем туре первенства страны в четверг 10 апреля «Дагдизель» примет футбольный клуб «Астрахань». Фарм-клуб «Анджей» противостояла команда 17-18-летних ребят. Это первый выпуск Академии Махачкалинского клуба. Готовят эту группу тренеры Руслан Мугуддинов и Вячеслав Сидорюк. Матч проходил при сильном ветре, который в определенной степени влиял на игру. Каспийчане выступили двумя разными составами. Каждый провел на поле по тайму. В первые 45-ти минутки дизелисты забили два безответных мяча в ворота академиков. Отличились Багаудин Тагиров и Шамиль Мирзаев. Во второй половине встречи голов не случилось. Этот поединок был важен для поддержания тонуса, отмечает главный тренер «Дагдизеля» Минагаев, чтобы у команды не было игровой паузы в 10 дней. Наставник Каспийчана ценил также и уровень соперника. Академики за прошедший год заметно прибавили в игре и в целом произвели приятное впечатление. Напомним, в ближайший четверг, 10 апреля, Каспийчане, занимающие пятую строчку в турнирной таблице зоны юг 2-го дивизиона, примут на своем поле футбольный клуб «Астрахань». Это первая официальная игра «Дагдизеля» после длительного зимнего перерыва в первенстве. Она пройдет на резервном поле Анжо-Арены и начнется в 15.00. 9-10 апреля в Махачкале в Дагестанском аграрном университете состоится первенство Дагестана по настольному теннису, посвященной памяти трагически погибшего министра по национальной политике, информации и внешним связям республики Магомица Алиха Гусаева. Участниками состязания станут девушки и юноши не старше 2002 года рождения. А теперь о погоде. Дагестанский гидромедцентр сообщает, сегодня по районам Дагестана ожидается переменная облачность, по горным районам местами небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха 13-18 градусов тепла, по горным районам от 8 до 13 градусов тепла, местами до плюс 18. В Махачкале переменная облачность, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха 15-17 градусов тепла, температура воды в море 8 градусов. Это все новости данного часа, о событиях дня вы узнаете из вечерних выпусков. Спасибо за внимание и всего доброго.